Получилась сегодня посылку с черенками инжира рандина. Распаковывали. Упакованы моей новой подругой из Полтавы. Очень старательно. Мокрая бумага, целлофан. Вчера она выслала посылку вечером, а сегодня новая почта уже её доставила. Я поторопилась побыстрее получить и побыстрее посадить, потому что черенки могут засохнуть. Веточек оказалось очень много. Будет из чего выбирать. Аккуратно разрезаю упаковку, чтобы не повредить веточки и почечки. Всё очень хорошо доехало, не поломалось. Ну и, конечно же, пересохнуть никак не могло за такой короткий срок. И так хорошо упакованы. К сожалению, саженец рандина из Полтавы у меня не прижился. Теперь учту некоторые ошибки из прошлого неудачного опыта. Эти веточки срезаны из растения, которое росло в открытом грунте и перезимовал. Поэтому веточки надо обработать так, чтобы подготовить их к посадке. В прошлый раз, когда Лена мне прислала саженец с корнями, надо было корень помыть и удалить отмершие частички. Если бы я это сделала, он бы, наверное, прижился у меня. Очищаю аккуратно веточки от упаковочного материала и нахожу записку Рандино. Помещаю веточки в воду и аккуратно хозяйственной тряпочкой с хозяйственным мылом мою каждую веточку, так, чтобы не повредить почечки и кору. Затем промываю проточной водой и веточки готовы к тому, чтобы их обрезать и подготавливать к посадке. Мне очень хочется, чтобы мой эксперимент прошел успешно и я возьму корневин СП. Небольшое количество корневина развожу в жестяной баночке, куда буду ставить обрезанные веточки. Отрезаю черенки с хорошими почечками не менее чем 5 сантиметров длиной и делаю косой срез для того, чтобы была больше площадь, где будут образовываться корни. Ставлю готовые черенки в баночку с разведенным корневином. Пока готовые черенки к посадке будут стоять в корневине, я приготовлю стаканчики с землей. Этого времени выстаивания в корневине будет вполне достаточно. Надеюсь, что хоть какая-то часть саженцев у меня примется. Делаю углубление в земле. Беру наиболее подходящий саженец с наилучшими почечками и ставлю в это углубление сантиметра на 2 вглубь. Затем уплотняю землю вокруг череночка и туда можно подлить небольшое количество жидкости с корневином. Так как у меня есть еще два сорта инжира сочинский и муасон, я помечу рандина желтой крышечкой. Желтую крышечку кладу внутрь и желтой крышечкой закручиваю колпачок, которым буду накрывать свой саженец. Черенги, для которых не хватило стаканчиков и земли, я посажу все вместе в одной такой вот уже более крупной баклажечке. Надеюсь, что какой-то из них примется и что они не подерутся. И также накрываю их колпаком, устраиваю им такой кювес. Ну, теперь буду ждать, наблюдать и надеяться, что примется хотя бы один.